всем привет с вами екатерина добро пожаловать на мой канал в этом видео хочу с вами провести вместе время поболтать и сегодня мы вместе будем выбирать мне дорожный процесс что это значит для людей которые далеки и от вышивки но хотя наверное из названия видео вы уже поняли о чем будет речь сегодня вот я хочу просто вместе с вами по выбирать поболтать по поделиться своими мыслями я сама очень люблю смотреть у некоторых блогеров такие подобные видео где девочки рассуждают болтают вот надеюсь что вам будет интересно в прошлых своих видео я говорила что мы в начале августа собираемся поехать в отпуск едем и в ленобласть на базу отдыха это приозерское направление очень большое красивое озеро большое барково называется вот едем на базу отдыха на 10 дней муж дочка я и родственники мужа в общем едем большой компании мы сняли глэмпинг домик отдельный ну втроем на нашу семью вот я каждый раз когда еду мечтаю просто повышевать вот реально особенно мамы маленьких детей они меня поймут что очень не хватает на вот и уединение тишины но серьезно все мы очень любим наших детей но когда но вы с ребенком находитесь 24 на 7 а еще есть какие-то другие дела заботы и работа да то хочется покоя вот я еду просто слушать птиц лес тишину леса и я хочу повышевать ну и конечно же подышать воздухом потому что сосновый лес для моих бедных рук с экземой да он очень благотворно воздух этот сосновый влияет поэтому в общем каждый раз я еду беру с собой какой-то вышивальный процесс книгу книгу удается читать только ночью естественно когда дочка уже засопела да вот об вышивать вообще не удается вот не знаю в этом году все-таки ребенку уже седьмой год 66 лет марте исполнилось поэтому может быть в этом году мне повезет и я смогу посидеть и вдоль у домика на террасе повышевать вот так что дорогие мои берите любимые напитки или фруктики или вкусняшки ну или просто давайте вместе проведем эти полчаса я думаю что быстрее у меня не получится разобраться с этим делом и буду вам показывать что я хочу взять с собой повышевать и так буду делиться с вами своими мыслями я рассматривала несколько вариантов какой мне взять процесс в дорогу хотелось мне взять что-то знаете такое связанное с лесом какую-то птицу вышить например там да но все как-то меня не получалось организовать все какое-то было объемное вот я нашла у меня от эйвен старый старая такая но она не старая просто ее давно покупала но она симпатичная такая атласная косметичка моего любимого такого цвета кофе с молоком вот она вот такого размера вот я думаю чтобы я могла схватить эту косметичку да и в любой момент побежать куда-нибудь или к родственникам посидеть или на террасу или допустим поехали с детьми куда-то в норвежский парк я схватила эту косметичку дети резвятся я сижу на пеньке вышиваю да в очках вот и в то же время вышивальщицы меня поймут мы многие вышиваем сейчас в программе сага кростич это очень облегчает нам процесс вот но в то же время мне не хотелось раскладывать где-то планшет в общем хотелось чтобы я могла поехать с бумажной схемой сначала я рассматривала для себя вот такой вот наборчик который мне подарила моя вышивальная подруга наташа наташа привет тебе большое и спасибо огромное за такой прекрасный подарочек вот я про него помню я не забыла вот очень мне нравится этот котик магазин у аннушки я никогда сама не покупала ничего в этом магазине это не реклама девочки если что в этом видео рекламы нет и не может быть потому что это такое видео носит влоговые чисто развлекательный характер да мне просто захотелось сейчас среди ночи с вами поболтать пока я делаю вот это дело думаю почему бы не снять заодно такой влог вот по крайней мере я вам обещала что я когда уеду в отпуск заранее сниму для вас видео и из отпуска выложу его уже так что как обещала выполняю вот в общем вот так вы хотела взять маленький наборчик очень мне понравилось качество комплектующих посмотрите какая прекрасная перфорированная основа деревянная фетровый задничек общем котик будет прям прелесть вот ниточки очень красивые здесь яркие вот такие вот думаю ну а чем не лес на скоро осень я вот сегодня снимаю 1 августа наступила всех поздравляю с началом месяца к сожалению это последний месяц лета для нас для петербуржцев это вообще печально конечно для тех кто живет на юге как вот моя наташа например в ростовской области или вторая моя подруга живет в албании у них там тепло хорошо солнечно у нас питере такого нет к сожалению вот ну так вот это я к тому что яркие ниточки и цвета такие осенние да уже как бы вроде и все таки подумал думаю нет оставлю его все таки до осени наверное этого котика хотя он классный и потом подумала думаю надо брать что-то с собой такое легкое что можно схватить и побежать да вот вот такая вот игрушка этот наборчик тоже дарила мне моя наташа вот еще раз тебе спасибо огромное наташа вот прекрасный набор от моей любимой мп-студии но не только моей я думаю что многие вышивальщиц любят и посмотрите какая так схема не показываю посмотрите какая здесь красота вообще просто как говорит одна моя знакомая блогер роскошь на грани разорения если вы знаете кто так говорит то напишите в комментариях я думаю что многие знают кто так выражается кстати моя тезка вот в общем вот такой шарик красивый потом я подумала думаю но это же все таки новогодний процесс а что же я буду вышивать зимой чтобы вдохновляться перед новым годом до создавать себе новогоднее настроение праздничное думаю нет надо этот наборчик оставить дома и буду вышивать его уже зимой непосредственно перед праздником решила его не брать все таки что откладываем в сторону так косметичку и пока тоже уберу прошу прощения что вам периодически приходится смотреть на мой пустой ковер кстати ковер показывала на прошлой неделе снимала видео про покупки икея ну вот прям не могу на перестать наслаждаться этим ковриком очень классный я купила два на одном сижу на втором снимаю надеюсь вас не смущает нога от кольцевой лампы но издержки производства издержки работы если бы вы видели в какой позе зю я сейчас сижу кстати сегодня я из квартиры привезла о как меняется освещение привезла штатив теперь у меня есть две руки это облегчает мне задачу вот и в итоге у меня мысли скачут меня простить еще меня видите такой голос как будто меня кто-то держит за горло я может быть месяц назад перенесла фаренгит вот даже не месяц назад вы знаете в мае в мае дочка пошла в сад сходила до полтора дня и в общем заразила меня принесла из сада заразу такую что почему я очень долго болела и теперь у меня очень сел голос и когда я начинаю ну вот монотонно говорить у меня он начинает вот так вот видите как бы садится то есть мне тяжело говорить вот как будто меня кто-то за горло держит но не говорить я не могу потому что я люблю снимать я люблю свой канал я люблю своих зрителей поэтому будем будем продолжать съемку вот и я решила в итоге взять с собой в лес вот такой вот начатый у меня есть процесс я его начинала еще осенью когда был хэллоуин вот это наборчик от милхилл оригинальный наборчик кстати это мой первый и на сегодняшний день единственный набор от милхилл вот я не не фанатка милхилла могу вам сказать честно не все дизайны мне абсолютно нравятся я не понимаю такого ажиотажа почему так от него все люди прутся не кидайте пожалуйста в меня тапками дорогие вышивальщицы я не фанат дименшенс дизайнов и не фанат дизайнов милхилл мне у милхилл нравится буквально единичные сюжеты в основном это зимние сюжеты и сюжеты хэллоуинские остальные я как бы вообще просто не понимаю что это вот но так же как ну я не фанатею о дименшенс у меня есть набор дименшенс по моему несколько штук вот ну таких небольших в общем я не фанат я надеюсь что ничего мне за это не будет потому что сейчас дименшенс тоже какие-то траблы происходит но в общем я ничего не рекламирую ничего не даю поэтому в общем рассказываю ничего такого противозаконного не делаю так же как и с милхиллом собственно но это сейчас а санкции милхилл вообще очень тяжело достать вот этот наборчик который я хотела бы на купить к сожалению вот все пытаюсь пытаюсь никак не могу его купить даже через знакомых в сша которые бывают сша ездят знакомые у меня даже там не может купить тот набор именно который я хочу печалька вот но в общем вот увидела вот такой маленький наборчик купила и начала его вышивать здесь у меня маленький посмотрите какой крошечный с ладошку вот это я подумала что о это то что мне надо смотрите поп и побежала но я подумала здесь же наборах милхилл да здесь же перфорированная бумага она у меня уже начала видите немножко у кожица ну потому что лежит с ноября месяц это ясно дело плюс переезд у меня и все такое помялась немножко это перфорированная бумага вот так она выглядит здесь черная я начала вот вышла черными нитками в ноябре и на этом успокоилась вот я подумала что чтобы она у меня не пострадала все таки вот в этом пакетике я нашла у себя в запасах одну из моих любимых коробочек от молочного шоколада бушерон не там даже здесь не молочный горький был шоколад я уже не помню я уже шоколад не ела больше четырех лет поэтому забыла даже как он выглядит практически вот в общем вот такая вот коробочка я обожаю организовывать в эту коробочку свои бисерные процессы кстати эту идею подсмотрела в свое время на канале тоже замечательная вышивальщица елены таран это вышивальщица из екатеринбурга человек которым я восхищаюсь елена не знаю вряд ли что меня смотрит но если это так то в общем мой респект и огромный привет елене спасибо за идею такой классной организации вот можно сюда магнитить магниты вот это у меня магнитик от магазина хома дома опять же это не реклама это я просто рассказываю говорю господи дожили в такое время живем что ничего говорить нельзя чтобы ничего не прилетело потом да вот здесь у меня есть такой вот магнитик замечательный мухоморчики от гамма покупала его на озон прошлом году вот здесь моя табличка также я делала себе вот такой вот магнитик листик сама делала из пуговички ребенку покупала пуговки когда она была еще крошечкой мы изучали там счет цвета формы и так далее вот пуговки остались как бы думаю что лежат делаю магнитик в общем такую коробочку очень удобно будет примагнитить схему так сейчас я вам ее покажу как она выглядит но такая вот она схема она маленькая я вот видите здесь уже закрашивала термомаркером вот можно будет вот так вот вдруг кому то интересно вот так вот выглядит так называется этот набор в общем схему можно будет примагнитить вот так и чудесным образом вышивать то есть не так вернее я ее примагничаю а вот таким вот образом сюда я что-нибудь подложу вот так можно и сидеть вышивать так что решила что в такой коробочке вообще будет отлично ничего у меня не пострадает поэтому давайте вместе коробочку соберем в наборах мелхила бисер идет роз россыпью то есть здесь идет не только вышивка мулине а еще и декоративные элементы имеются здесь декоративный элемент в виде шарма вот такого звездочка очень красивый посмотрите какой бисер красивый переливается нитки вообще просто это такой антистресс я обожаю вот такую цветовую гамму вот вот такой бисер еще это я взяла от процесса ну который я уже вышила игольничку от волшебной страны вышивала остался такой органайзер я хотела организовать вот на эти на этот органайзер эти ниточки разобрать а бисер я смогу вот на этом вот коврики вышивать у меня здесь коврик автомобильный прилеплен покрыт он у меня защитной пленкой в которой он собственно и продавался такие коврики продаются на маркетплейсах очень удобно вот так отогнул сюда магнит прилепил повышевал бисером оп закрыл все опять же это ей благодаря елене таран я узнала такую вот идею вот от волшебной страны у меня здесь есть вот такой вот нити вдеватель но я думаю что я не буду его вот сюда в коробочку вкладывать я его вложу непосредственно в косметичку вот в эту вот так же в эту косметичку я вложу бисерные иглы на всякий случай тоже мне от волшебной страны остались пусть будет потому что думаю вдруг родной иголкой я не смогу а здесь есть посмотрите есть так что бисерные иглы можно и не брать с собой вот здесь есть иголочка бисерная и здесь есть иголочка обычная но она такая большая я предпочитаю вышивать иглами пони 28 номера сейчас я вам их покажу я же их приготовила до вам показать свои любимые блоки порекомендовать им их вам вот для меня не самые удобные они очень короткие очень вот смотрите с палец сравните если вот кончик пальца и иголочка то есть они где-то там два с половиной может быть сантиметра в длину вот покупаю их тоже на маркетплейсах у меня их огромное количество я их обожаю с их помощью можно легко пролезть когда вы вышиваете на пластике особенно между вышитыми крестиками на деревянной основе на равномерке и когда у вас остаются маленькие хвостики да то заправлять потом такой иголочкой намного легче то есть если вы не пробовали попробуйте еще есть такие подобные иголочки у пони тоже 28 номер черная иголка с белым ушком тоже очень классные тоже советую но они чуть чуть потолще а вот эти вот с красным ушком видите красное ушко нарисовано они самые тоненькие вот дорогие мои так показала значит основу кладем а иголочки но иголочки я естественно положу не сюда положу в запас вот сюда а бисерные тогда от волшебной страны убираю не беру также чтобы вышивать всю вот эту красоту я возьму вот такие вот магнитные у меня новые пяльца от neocraft вот опять же не реклама это я купила сама на вайлберис я купила вот вся информация вот так легко можно смотрите специально валерия автор вот бренда не не о крафт или не о крафт как правильно она специально для мил хила вот эти вот пяльца и придумала очень удобно но я и на пластике вышиваю в этих пяльцах и на эко кожи на ткани даже вот у меня сейчас дочка горе 6 лет она попросила научить ее вышивать вот она у меня сейчас вышивает на ткани и мы натянули ей аиду в эти пяльцы вот в такие же только побольше и она вышивает вот очень удобно смотрите даже с пяльцами помещается супер просто вот так вот все останется у меня сюда ниточки войдут сюда бобинка поместится наверное ну в крайнем случае пяльцы можно убрать на время так и еще смотрите какие я подобрала красивые ножнички хочу их положить очень они симпатично смотрятся сначала я хотела взять вот такие сумочку эту положить что здесь вон кстати маячок для ножниц я делала сама такой маячок я делала в подарок для своей подруги наташи которую я упоминала в начале видео и для себя тоже такой сделала такой осеннее хэллоуинский маячок такая совушка хотела взять вот такие резачки сначала потом увидела вот такие ножнички подумала что они ну просто вот как будто они в комплекте шли до с этим набором ножницы с алиэкспресс кстати вот вроде бы практически мы укомплектовали уже нашу коробочку можно ее закрыть смотрите все поместилось при желании туда даже маркер можно еще вот такой для схем а это у меня ручка но у меня есть и маркер тоже где-то он у меня лежит не дотянусь ну а вот он вот он это термо маркер термо ручка то есть я сейчас на схеме зачеркиваю но это я рассказываю конечно для тех кто не вышивает то кто просто кому просто интересно посмотреть вот и потом можно кто девочки феном дует потом на схему я к чайнику горячему прикладываю и схема снова потом чистая становится очень удобно вот превью я положу сумочку в косметичку вот сюда маркер и ручку тоже для зачеркивания схемы положу сюда чехольчик для ножниц на всякий случай сюда бобинка у меня вот такая вот есть не знаю откуда она у меня наверное где-то покупал магнит я покупала в хома дома и он был вот на этой бобинке вот такой вот классный мне кажется он тоже по цвету подходит к этому набору да у меня знаете я такой человек у меня эстетика должна быть вот во всем до присутствовать но вот смотрите мы с вами укомплектовали мою дорожную косметичку мой дорожный процесс вот просто как маленький кладчик но это на накладчика есть вот можно взять в руку и побежать вот и сейчас еще покажу вам что я еще хочу с собой взять что у меня здесь вообще такие у меня маленькие смотрите смешные пяльцы нурге есть я кстати на них вышивала так косметичку убираю все мы ее укомплектовали вот и еще хочу взять с собой два вот таких вот магнита от совиного леса это сипуха сова такая смотрите красивая классная магниты обалденные у совиного леса я не фанат совиного леса особо слава богу ну я конечно фанатею но знаете наслаждаюсь со стороны почти вот у меня мало очень чего есть от совиного леса потому что но дорого честно могу сказать девочки мальчики дорого очень дорого я все понимаю но такие цены это просто трэш вот такие магниты давно они у меня уже несколько лет уже и наверное года четыре они у меня лежат ждут своего часа вот поедут в лес со мной положу тоже еще я качестве еще одного процесса брошу в сумку но косметичку тоже влезет смотрите есть у меня вот такой вот наборчик вот волшебной страны запасов слава богу много так что теперь могу спокойно вышивать до старости дай бог здоровья чтобы вышить все запасы вот на эко кожи вышивка такой брелок я его даже начинала видите тоже драла с собой вот это мне кажется в позапрошлом году я брала этот брелок с собой тоже туда же на эту же базу отдыха и и не вышло его так что думаю ну кину тоже он если что тоже хорошо войдет в эту сумочку вот еще от волшебной страны у меня есть вот такой вот наборчик с таким артикула это магнит по моему вышивка магнита да вот такой смотрите должен магнит получиться вот его наверное тоже возьму у меня наждачка от магнитных пялец от неокрафта отвалил и выпало надо тоже в сумочку положить еще у меня от неокрафта есть вот такая вот так слежу за временем потому что скоро уже отрубится вот а у меня тут все запечатано ну в общем вот такая вот у меня есть такой набор это вышивка на эко-козже набор от неокрафта как много книг и как мало времени вот такая фраза вышивается вот как вариант можно тоже взять но все вышить не успею за 10 дней день отъезда день приезда чистыми 8 не успею вот и теперь еще покажу что я хочу еще взять с собой лежит у меня уже много-много лет еще у меня ребенка не было я покупала на алиэкспресс может быть кто со мной давно помните вот такую магнитную маза ой господи алмазную мозаику вот я делала арбуз половинку арбуза только вот сделала и все на этом вот а сейчас у меня ребенок то любит вот это все дело вот я нашла этот набор здесь видите все есть уже и стилус и все-все лотки ему возьму я и с собой она у меня давно его просила а меня все знаете жаба душила думаю чё возьму чё лежит вот так что если что вместе можем с ней пособирать я алмазку тоже люблю и последнее что вам покажу в этом видео перед тем как будем прощаться потому что время уже поджимает осталось пару минут буду брать вот такую книгу купила на вайлберрис буквально недавно единство здесь очень шершавая противная бумага неприятная я такую не люблю мне тактильно неприятно но все равно купила так буду читать вот называется если все кошки в мире исчезнут книги о которых говорят вот сейчас поставлю вам сделайте себе скриншот почитайте не буду сейчас долго трепаться о чем эта книга но книгу стоит прочитать однозначно наверное книга о смысле жизни что-то вот в этом роде я люблю читать периодически такие мотивационные книги вот так что если вы не знали об этой книге то вот рекомендую недорогая книга в районе что-то 200 рублей я заплатила но в общем буду читать шрифт хороший я очень в очках смотрю так вообще все вижу прям вот все дорогие мои последняя минутка спасибо вам большое что провели эти полчаса со мной послушали мою болтовню но надеюсь что вам было интересно это время со мной вместе провести спасибо большое ждите теперь уже следующее видео когда вернусь из отпуска потому что сейчас когда вы смотрите это видео я сейчас уже нахожусь на базе отдыха в лесу вот так что всем желаю отличного настроения крепкого здоровья мира добра и всего самого лучшего ставьте лайки пишите комментарии и до новых встреч пока пока